Здравствуйте! С вами Марина Романюк. В ближайшие полчаса вместе с моими коллегами подведем итоги недели. Смотрите в выпуске. Поезд Победы в Рязань сегодня заехал очень необычный состав, который встречала Анна Герцовская. В воскресенье православный мир празднует Пасху. Валерий Седов расскажет о главных атрибутах этого дня. А Максим Васильев узнавал, как жители могут повлиять на благоустройство городских территорий. В России стартовало рейтинговое голосование за формирование комфортной городской среды. Каждый житель страны до 30 мая может проголосовать за обустройство любимого места. Парка, сквера, любой другой территории. Лидеры рейтинга будут обустроены в следующем году. За какие территории голосуют в Рязани, знает Максим Васильев. Два волонтера видим и даже издали. Баннер с хэштегом «Города меняются для нас». Таких информационных точек в Рязанской области уже четыре десятка. И на каждой из них можно проголосовать. У нас на информационных точках волонтеры работают с планшетом, который имеет выход на портал. Житель может предварительно изучить объекты, определиться с объектом, за которым он отдает свой голос, прочитать о нем информацию. И для того, чтобы голос был учтен, достаточно назвать всего лишь фамилию, имя, отчество и номер телефона. Быть активным сегодня модно. За любимые места в Рязани сегодня голосует безостановочно. Руководитель одного из ТОСов Наталья Соболева самым достойным для обновления назвала парк имени Уткина. Потому что рядом с домом. Я призываю объединиться и сделать нашу Рязань еще комфортнее. То есть программа действует уже третий год. И благодаря этой программе у нас появляются новые общественные территории. И старые наши скверы и парки, они благоустраиваются на современной основе. И люди говорят спасибо, когда видят уже завершенный проект. Порядок голосования прост. Либо через госуслуги, либо в инфоточках при помощи волонтеров. В области их больше 700. И, кстати, во всех крупных торговых центрах они тоже есть. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». День Победы – праздник, который хранится в сердцах россиян. С каждым годом ветеранов, тех людей, которые помнят события времен Великой Отечественной войны, становится меньше. И сохранить наследие, оставленное предками, все труднее. Однако оживить воспоминания, полностью погрузиться в события военных лет теперь стало возможно. В свой рейс вышел поезд Победы. От мирных дней через жестокую войну к Великой Победе. В этом поезде показан весь путь советского народа на пути к счастливой мирной жизни. Первый вагон поезда Победы символизирует мирную жизнь, царившую до наступления войны. Счастливые и беззаботные путешественники двигаются вперед, еще не зная, что их ожидает за поворотом. Проходя дальше по поезду, можно увидеть солдат, отправляющихся на фронт. Они сосредоточены и собраны. Следующий вагон представляет собой настоящий окоп. Кто-то из бойцов ранен, кто-то погиб. Попадая сюда, начинаешь ощущать весь ужас происходившей войны. Повсюду слышны звуки стрельбы и взрывов. Затем можно увидеть вагон, в котором происходили пытки. Тут фашисты жестоко издеваются над бойцом. В следующем вагоне расположились больные истощенные люди. Кто-то из них кашляет, некоторые погибли. Здесь идет отсылка к поездам фашистов для пленных солдат и лагерям смерти. Затем попадаешь в санитарный состав с заботливыми медсестрами, которые стараются поставить на ноги раненых. Будни военных лет показаны в прачечных и банных комплексах военных поездов. А потом идет отсылка к блокадному Ленинграду, в который массово перевозили кошек для того, чтобы те справлялись с нашествием грызунов. Далее попадаешь в разрушенный от бомбежки вагон, из которого велась стрельба по противнику. В перископе виднеется загоревшийся танк и пылевые сражения. Обстановка дополняется звуковыми эффектами. И уже пройдя такой огромный путь, можно наконец увидеть вагон победы. Измученные, но счастливые фронтовики на немецком поезде с цветами и медалями за отвагу возвращаются домой. Этот поезд – настоящий музей. Однако, в отличие от обычного понимания этого слова, здесь можно присесть рядом с экспонатами, посмотреть документы персонажей, подержать в руках боеприпас и прикоснуться к медалям победителей. Этот проект «Поезд Победы» посвящен великому подвигу нашего народа. И действительно, то, что он сегодня прибыл первым в Рязанскую область, в город Рязань, это очень почетно. Я думаю, что сегодня из сообщений СМИ о нем узнает очень много рязанцев и придут сюда. Всего два дня поезд будет находиться здесь, дальше он проследует по своему пути. Такого, наверное, большинство из нас еще не видели. Это действительно уникальный проект, который никого не оставит точно равнодушный. От мала до велика. Здесь можно просто окунуться фактически в ту атмосферу, которая в те годы была совершенно обычной. И боль, и трагедия людей, и подвиг людей, самое главное, все можно ощутить здесь, пройдя через эту экспозицию. Этот музей является историко-просветительским проектом, первой в мире иммерсивной инсталляцией в вагоне движущегося поезда. Скульптурные композиции, видеостены, тач-столы и видеопроекторы. Благодаря этому создается полное погружение в произошедшие события. Вход в музей является бесплатным, однако попасть в него можно по предварительной записи на официальном сайте проекта. Далее поезд Победы проследует в Нижний Новгород, а ближе к 9 мая в Москву. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». К празднику Пасхи готовятся как духовно, так и физически. В Рязанской пекарне у Кремля вовсю готовят пасхальные угощения – кексы и куличи. Валерий Седов расскажет особенности рецептов праздничных яств. Сегодня у нас есть уникальная возможность заглянуть за ширму пасхального производства. Здесь, в пекарне у Кремля, изготавливают кексы и куличи. Их начали готовить за несколько недель до Пасхи. Благодаря рецептуре они могут храниться до месяца. При этом, настоявшись, они становятся еще вкуснее. Это дрожжевое тесто, сдобное, очень вкусное, со всеми специями, которые нужны там. Традиционно кулич готовится на дрожжевой опаре. Учитываются и нюансы. Если тесто будет слишком тяжелым или плотным, то кулич будет крошиться. К изюму тоже свои требования. Лучше использовать светлый и тщательно подсушенный. Среди специй, например, кардамон. И немного секрета. Процесс выпечки что у кексов, что у куличей долгий. Тем более, в этом году пекарня сделала больше, чем в прошлом. Спрос на них большой, но большой объем опять мы взять не сможем, потому что у нас 90% выпечки куличей – это ручной труд. Нам помогает только при выпечке. Это, конечно, тестомест и самопечь. Остальное наши пекари, их всего 4 человека, трудятся вручную. И в этом году мы пекаем всего 5000 изделий. Раньше вся готовка ложилась на плечи хозяек. Куличи не просто трапеза. Это блюдо имеет особое значение. Пасхальный кулич символизирует Христа. Как мы с вами читаем в Евангелии от Иоанна, Господь сказал, я есть хлеб жизни. Именно воспоминая этот хлеб жизни, мы с вами приходим и освящаем кулич, хлеб пасхальной трапезы. И не важно, где приготовлен кулич или пасхальный кекс, в пекарне или дома. Главное, чтобы блюдо было сделано с любовью и съедено в кругу родных и близких. Валерий Седов, телекомпания «Город». В Рязанском доме Белого Аиста в деревне Кораблино Рязанской области у нелетной пары вылупились птенцы. Малыши появились прямо в помещении. Такое, пожалуй, впервые в практике орнитологии. Уже который год Рязанская область – центр реализации уникальной научной программы по изучению биологии и экологии, а также воспроизводству Белого Аиста. Генеральным информационным спонсором проекта выступает рязанский филиал газеты «Комсомольская правда». Уже во второй раз в доме Белого Аиста появились маленькие аистята. Это потомство пары, которую привезли из Псковской области. Отца семьи зовут Гоша, а мама – Руслана. Сначала птицы построили гнездо и сделали большую кладку на месяц раньше традиционного птиц срока. Гнездо аисты строили на земле в теплом домике, в котором они зимовали. Мы считаем, что раннюю кладку могло спровоцировать то, что домик был из стекла и аисты находились в условиях естественного освещения. Ну вот теперь вывелись птенцы, они уже подрастают, им уже практически две недели. Родители о них заботятся, кормят. И мы считаем, что эти птенцы уже вне опасности, что у нас получится их удачно выпустить. И наша рязанская популяция аистов пополнится еще несколькими такими вот прекрасными птицами. Сейчас у аистов все хорошо. Ежедневный хлоток пополняется различными лакомствами, например, такими как рыба. Для птенцов орнитологи приносят червей. Пока птенцы находятся в гнезде, их трогать сейчас нежелательно. Мы этот вольер огородили дополнительной еще маскировочной сеткой для снижения фактора беспокойства. А перед слетом птенцов, когда им исполнится примерно полтора месяца, это будет в конце мая, мы их вместе с родителями перенесем в тот вольер, где происходило размножение в прошлом году. Сейчас в вольере установлена камера видеонаблюдения, так что за жизнью птиц можно наблюдать онлайн. Олеся Катровская, телекомпания «Город». Теперь вспомним, что происходило в течение предпраздничной недели. Общественный резонанс не помешал бы свалке на улице Брестской, которая претендует на звание одной из самых длинных в городе. Герои советского мультика «38 попугаев» размышляли над тем, как измерить длину задумчивого удава. Теперь в Рязани настала пора измерять шагами длину мусорки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать шагов. Такова длина свалки, расположившаяся на улице Брестская, дом 3. Невероятных размеров мусорка красуется среди новостроек, рядом с которыми создано все для счастливой жизни, за исключением большой парковки. Здесь с радостью играют дети на новой красивой площадке. Однако, чтобы на нее попасть, нужно обязательно полюбоваться красотами свалки. Здесь играют дети, вот рядом здесь детская площадка, детей очень много, и получается все идут мимо этого мусора как-то не очень хорошо. Плюс гуляют с животными, любая собака или тоже кошка может что-нибудь отсюда утащить, и кто знает, какие будут последствия. Просто, ну, понятно, что дома очень большие, вот, ремонта много, ну, значит, и должны как-то это все организовывать, правильно же. Ну, так не должно быть. Оно же все ветром раздувается, разносится и портит внешний вид вашего прекрасного города. Этот мужчина со своей семьей приехал с северо-востока нашей страны и в течение недели наблюдает, как около дома разрастается помойка. Я думаю, что это, ну, стыд и позор. Это управляющие компании, либо ТСЖ, кто у них тут. Мы тут как бы живем неделю, просто снимаем квартиру огромную, думаем переехать в ваш регион с Камчатки. Вот. И вот у нас такое мнение складывается. Ну, наверное, все наладится, будем надеяться, да. Так-то все здесь красиво сделали. Даже у нас, там, где мы живем сейчас, там сейчас снег лежит, и то там с уборкой мусора как-то пытаются бороться. Там ветра, снега вот эти. А здесь что мешает, я вообще не понимаю. Очевидно, что большая часть этой свалки – строительный мусор, поскольку в доме активно проводится ремонт. По словам нынешней управляющей компании, жильцы сами виноваты в этой свалке. Ну, строительный мусор я не подхожу. У вас там, вы не голосовали за отдельный контейнер для строительного мусора. А и Капранск, возможно, мог приехать, увидеть строительный мусор в бытовом и отказаться его просто-напросто вывозить. С нами было предложено, чтобы управляющая компания, то есть включила в оплату, в квитанции у вас, чтобы была оплата на вывоз строительного мусора. Контейнер, чтобы был установлен. Собственники не проголосовали по вашему адресу. Теперь жильцы сами должны понять, что контейнер для строительного мусора нужен. Так считают в управляющей компании «Зеленый сад». Но уже с 1 мая дом будет обслуживать другая организация. В Ирансервисе пояснили, что этот мусор все-таки должен вывозить Акапранск. Ну, мы уже написали им заявление, письмо им написали, чтобы они этот мусор убрали. Стоит сказать, что бытовые отходы тут тоже имеются. Их выбрасывают уже заселившиеся жильцы. Получается, что региональный оператор по вывозу мусора и управляющая организация, обслуживающая дом, вновь не могут найти общий язык и решить, кто и когда должен ликвидировать свалку, от которой страдают местные жители. Анна Герцовская, Даниил Пилипенко, телекомпания «Город». 26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. На четвертом реакторе Чернобыльской АЭС прогремел взрыв. Число жертв аварии достигло 4 тысяч человек, включая умерших от последствий облучения. Среди ликвидаторов были и рязанцы. В 1986 году Владимиру Ашарину было 18 лет. Он служил срочную службу в 3-й бригаде химической защиты. Тогда, 35 лет назад, 1 мая объявили тревогу. И в Чернобыль отправилось 2 тысячи машин для дезактивации. Владимир работал на скорой помощи. За два месяца ездил к самому реактору 53 раза и получил дозу излучения 23,5 рентген. Сегодня он единственный, кто стоит с розами в руках. Мне, наверное, дороже всех досталось. Как я молодой, я пострадал больше всех, наверное, там. По возрасту 18 лет, 19 лет я там отмечал. Мне 18 мая день рождения. На ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году отправилось 2,5 тысячи рязанцев. Они занимались радиационной разведкой, дезактивированием местности, прокладкой подъездных путей. На плечи солдат-срочников, сержантов, прапорщиков и кадровых офицеров легли и другие задачи. На траурном митинге вспомнили подвиг ликвидаторов, почтили память павших. В мероприятии приняли участие ликвидаторы, их родные, друзья, представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций и глава региона. Они, по сути, заслалили с собой других, но заплатили при этом очень высокую цену. Их героический подвиг достоин того, чтобы о нем помнили и знали все последующие поколения. С момента тех событий прошло 35 лет, но мы не забыли, поскольку память о людях достойных почтений для нашего народа священна. Низкий поклон всем, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Прокладкой железнодорожных путей занимался Рязанский батальон. Мы хотим со своим легендарным железнодорожным батальоном. Не каждая область, не каждый регион, не в Советском Союзе, не может похвастаться. У нас был создан наш чисто Рязанский железнодорожный батальон, который выполнил задачу, правительственную задачу, с честью вернуться в народе. Владимир Карев ездил к реактору 22 раза. Он железнодорожник, а его задачей было уложить несколько километров путей, вечером отдых и с утра по новой. Ну, мировоззрение изменилось, потому что то мирный атом, мирный атом, а мы посмотрели и увидели, что существует другой атом. Судьба каждого ликвидатора достойна отдельного сюжета. Врачи, медсестры, железнодорожники, кадровые офицеры, в толпе стоят обычные люди и в то же время герои. Те, которые предотвратили последствия одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. Это моя служба, это мое предназначение. Я офицер, капитан был в то время. Поэтому наша задача хоть в бой, хоть на защиту, хоть на ликвидацию аварии. В день 35-летней годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС в Рязани состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятному знаку участникам ликвидации радиационных и техногенных катастроф. В филармонии ветеранам-чернобыльцам вручили награды. Так, участники ликвидации аварии награждены почетным знаком за заслуги перед Рязанской областью, памятным знаком благодарность от земли Рязанской, памятным знаком губернатора Рязанской области, памятным нагрудным знаком 35-й годовщине аварии на ЧАЭС, медалью МЧС России за пропаганду спасательного дела. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Пейзажный фотограф Олег Буцкий известен не только в профессиональной среде. Именно благодаря его творчеству фотографии природы Рязанской области появлялись в National Geographic и других известных журналах о планете. Путешествуя по родному краю, Олег снимал не только фото, но и видео. И результатом его многолетних поездок стал фильм, который автор презентовал 28 апреля в областной библиотеке имени Горького. Этот фильм – короткий рассказ о красивых и необычных местах, которые мне довелось открыть в родном регионе. Я поделюсь с вами своими переживаниями и ощущениями. Я расскажу, что вызвало у меня восхищение, а что тревогу. Вы узнаете, чем уникален каждый из этих уголков и почему здесь нужно побывать хотя бы один раз. Пусть этот фильм станет маленькой историей о моем доме, о Рязанской области. Пейзажной съемкой Олег занимается уже 11 лет. 9 лет назад он запустил в небо дрон. Любовь к аэросвенке зародилась еще с 2010-го года, как я начал заниматься в воздухоплавом. Но с тех пор я все чаще начал смотреть в небо, я все чаще начал, наверное, мечтать о нём. Поэтому съемки с дрона, они, скажем так, в моей практике начали где-то преобладать, где-то занимать более широкую нишу. Тем более есть что снимать. Для кого-то это станет открытием, кто-то удивленно ахнет, а кто-то и вовсе отнесется с недоверием к тому, что такие пейзажи находятся буквально под носом, прямо здесь, внутри Рязанского региона. В поисках красивых уголков Олег изучает труднодоступные места. Там, где ежедневно ходит каждый из нас, его тоже можно встретить. Однако привычные людям пейзажи, которые мы порой даже не замечаем, в глазах и в кадре Олега выглядят фантастическим. Клепиковская саванна, Пронские Карпаты, незамерзающая, клубящаяся на морозе река Листвянка и огромные корабли храмов в туманных волнах. Метафорические образы возникают у Олега сами собой, когда он достигает очередной цели своего путешествия по области. Здесь всего 7 районов Рязанской области. Остальные районы, к сожалению, пока еще мной до конца не изучены, я продолжаю это делать. И как вот Александр Градц сказал, что дальнейшие планы будут. Планы есть, планы достаточно амбитозные, планы большие. Я думаю, всю Рязанскую область мы, наверное, снимем. Говорить о техническом процессе съемок, о том, как Олег ловит погоду, свет, моменты, можно долго. Но лучше увидеть результат его труда на YouTube-канале автора. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В этом году в рамках акции «Вместе мы можем больше» посвященной 76-й годовщине Победы впервые в истории Академии ВСИН России и города Рязани совместно с Управлением ВСИН России по Рязанской области и ветеранскими организациями был подготовлен проект «Музыка Победы». Взвод девушек-барабанщиц и оркестра Академии выступили во дворах, где живут ветераны войны. Василий Иванович Безуглый, глядя на выступление барабанщиц и оркестра Академии, из своего окна улыбается. Все эти песни, которые он слышит сегодня, ему хорошо известны. Он их помнит со времен Великой Отечественной войны. Прекрасно вернули мне молодость в суровые годы войны. Конечно, сейчас отраду, что вы нас не забываете. Моё поколение роковых, сороковых, сделало всё, сделало победу. Мы изгнали фашистов с нашей родной земли. Мы освободили пол Европы. Мы взяли Берлин. Немцы нам на фронте орали, нам громко в рыбке. Мы не взяли Москвы, вам не видать. Берлина как своих ушей. Теперь и сейчас знаешь, что делать. Музыка всегда объединяла людей и помогала пережить как самые тяжёлые времена, так и самые радостные. Сейчас оркестр буквально воссоздаёт атмосферу 9 мая 1945 года, когда люди встретили долгожданное завершение войны. Пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Впечатления от этого потрясающие. Каждый год мы поздравляем кого-то, мы поздравляем ветеранов. Без таких людей нас бы здесь сейчас не было. Мы бы так не стояли. Это большая честь для нас. Это великий праздник. Действительно, этот праздник для нас очень важен. Для нашего поколения мы помним, чтим всех фронтовиков, ветеранов, близких и родных. В моей семье на фронт ушла моя бабушка Удалова Наталья Петровна. Она служила в 12-м зенитно-пулемётном полку. Была фронтовой медсестрой и старший сержант. Ей действительно тяжело отдалась война. Она пережила очень многое. Прошла всю войну после военных годов. Дожила до 94-х лет. Её мужество, вера в светлое будущее, желание жить, это действительно для нас и для нашего поколения, я думаю, является стимулом и символом мужества. Я хотела бы пожелать всем ветеранам глубокого счастья, здоровья, самое главное – благополучия и долгих лет жизни. Ветеранов становится всё меньше и меньше. У нас в первую очередь чувство безмерной благодарности и радости, то, что мы можем организовать такую акцию, сказать слова благодарности нашим ветеранам, подарить им музыку, их юности и наши творческие проекты – это самое малое, что мы можем для них сделать. Для Василия Ивановича важно сохранение памяти о войне и фронтовиках, отдавших свои жизни за победу. Он всегда это подчеркивает. Сам ветеран, уроженец Запорожья, воевал на 2-м белорусском, во 2-й миномётной роте 133-го гвардейского стрелкового полка. Он прошёл Польшу, Белоруссию, Восточную Пруссию. 2-го мая 1945 года полк Василия Безуглова взял город Барт и освободил 9600 узников лагеря «Шталаглюфт-1», где содержались военно-пленные лётчики из армии союзников. Кстати, уже после войны в том самом лагере он побывал дважды. Поздравляю всех участников войны, дружников тыла, детей войны. Они всё сделали для нас, для победы. И теперь мы говорим, что вот сейчас поминают погибших. Мы этот бессмертный полк. Это же гордость за нашу Родину, за правительство, за то, что помнят нас, вот с ветераном, которые одержали всемирную истерическую победу. Мы гордимся вами, и мы, выкиданы, верим, молодёжь. Радуемся, что вы, Россия, в ваших руках. Полковник в отставке и сегодня, несмотря на почтенный возраст, готов делиться бесценными воспоминаниями. Его письма с фронта, правда, в семье не сохранились. Но 15 лет назад ветеран издал собственную книгу «Клоняюсь пехоте», которую сам автор назвал памятником солдату Великой Победы, отвернувшихся домой бойцов. Он всю жизнь искал однополчан и родственников, погибших боевых друзей. Организовал три встречи однополчан-миномётчиков, чтобы не терять связи с боевым братством. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Сегодня в прямом эфире Первого канала пройдёт финал телепроекта «Голос. Дети». Одна из претенденток на победу – 13-летняя рязанка Мария Политикова. Вокалом девочка занимается с 9 лет, сейчас в музыкальном театре «Созвездие добра». Ученица 63-й рязанской школы увлекается рукоделием, танцами, актёрским мастерством. Её наставник в шоу – Василий Вакуленко, известный широкой общественности под псевдонимом «Баста». Решение о победителе, как известно, напрямую зависит от зрительского голосования, поэтому мы призываем всех зрителей телеканала «Город» отдать свои предпочтения за нашу Машу. Старт финала в 21.30. На этом у меня всё. Смотрите больше новостей, а также программы наших корреспондентов, интервью с интересными людьми – на сайте телекомпании и в социальных сетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова